Продукты питания в России опять подорожают после Нового года. Производители и дистрибьюторы уведомили ритейлеров о повышении цен. Говорят, на продуктовые цены влияют стоимость перевозок, ведь ремонт и обновление автопарка продолжают дорожать из-за действия западных санкций. В то время как после стабилизации международных цепочек поставок тарифы на перевозки из Европы и стран Азии снизились, внутри страны они, напротив, повысились. Так, тарифы на перевозку из Москвы в Санкт-Петербург с марта по декабрь 2023 года выросли более чем на 50%. До 70-110 тысяч рублей за стандартную еврофуру. Из Москвы в Краснодар примерно на 50%. В Ростов-на-Дону почти на 60%. Из публикации российского издания «Коммерсант», ознакомившегося с письмами производителей. С января цены в России вырастут на широкий перечень товаров. От молочной продукции, кофе, соков и риса до кондитерских изделий. В среднем от 5 до 20%. Кроме того, на очередное подорожание продуктов влияет инфляция. Похудевший за год на треть российский рубль не мог не отреагировать на цены на импорт. А это и сырье, и оборудование. К тому же Россия очень ограничена в возможностях купить технологии за границей. Вот эта вот схема, о которой мы с вами говорим, она может эффективно перекрываться за счет активного наращивания импорта. И, как правило, перегретые экономики, они выходят из, скажем, локальных кризисов через наращивание импорта. Но если, например, можно увеличить импорт курятивный яиц, то вряд ли вы сможете увеличить импорт высокотехнологических вещей, в которых Российская Федерация сегодня находится в сенсорных ограничениях. На вопрос, как долго рост цен на товары первой необходимости будет продолжаться, экономисты отвечают так. Ровно до тех пор, пока Кремль будет вливать колоссальные ресурсы в военно-промышленный комплекс. Эти расходы, они уходят в никуда. Это не создание каких-то новых технологий, которые позволяют улучшать качество жизни. Это не инвестирование в основные средства, которые потом используются для производства каких-то оборудования, каких-то там товаров, которые можно продавать за рубеж. Это не инвестиции в инфраструктуру, которая постоянно изнашивается и, соответственно, увеличивается расходы на транспортировку товаров, на улучшение качества жизни и так далее. Поэтому богатеть не можно. Из-за инфляции национальной валюты в России снижаются зарплаты. Не номинальные, а реальные. За ту же сумму, что и год назад, сегодня россияне могут купить в разы меньше продуктов. И пока не собственное население, а агрессия против Украины будет приоритетом Москвы, ситуация будет лишь ухудшаться. Валерия Никипелова для телеканала Freedom.